всем привет всем привет вы смотрите очередной выпуск на канале online сегодня у нас в гостях в сервисе антон степанов он приехал с питера того чтобы рассказать про велосипеды как это не странно чего будет на велосипед канале рассказ про велосипеды а почему он приехал да потому что мы откроешься секрет я не понимаю ничего велосипедах о боже володя ладно велосипедах я понимаю за кадре зрителю дофига те кто не понимает в разных направлениях велосипедов нас не был ролик рассказывает с чем отличается направлением т.б. вкратце а сейчас я хочу озвучить тему по поводу различия различным различие велосипедах экстремальный дисциплин bmx 3 dirt у меня есть некоторое понимание может быть она не пересекаются с реальностью ты имеешь ввиду геометрию геометрию ну и не только геометрию там форму рулей и так далее так далее чем по нюансам отличается различные между собой велосипеды ну начнем пример bmx то есть у нас сервис работы нам по мтб направлению иногда приносит bmx у нас здесь недалеко находится bmx drum там занимается рейсовым бмкс что такое рейсовый бмкс я в принципе понимаю нам его приносит без конца но в бмксах есть тоже различие насколько я понимаю рейсовый бмкс он заточен больше на скоростную езду по выделенной трассе с элементами сложности прыжки и так далее и это другой бмкс нежели представляете ребятам трюковый до который делать трюковые трюки делают на бмкс это я так бывает а весь различий вот от первого лица расскажет чем отличается бмкс между собой хорошо и так насчет рейсового бмкс чем отличается фристайл от рейса в общем то это практически то же самое что в мтб чем отличается дёртвый велосипед от стритового дёртвый велосипед как и рейсовый велосипед предназначен для того чтобы на скорости перелетать препятствие вписываться в повороты а дёртвый велосипед и mountain bike если проводить какую-то аналогию он тоже приближается к фокросу в общем-то с фокроса он и вылез то есть и были велосипеды короткие низкие но при этом чтобы угол рулевой колонки был 68 69 градусов то есть вилка смотрела вперед и как на скорости залетаешь какой-то поворот тебя не выкинула или ты через руля не сломил когда ты приземляешься на какую ткочку и когда у тебя вилка смотрит вперед у тебя шанс гладко войти гораздо выше чем если у тебя вилка смотрит на себя и ты немножко даже если воткнулся у тебя уже эффект переворачивания гораздо больше не бывают это я уже тут под подвел под все грубо говоря чтобы каши не было в голове давайте просто по порядку вот у нас перед нами рейсовый bmx у него угол рулевой колонки приближается там к 72 градуса ну что зависит от моделей а прыжковый bmx фристайл на который для трюков у него угол рулевой колонки начинается от 75 может дойти до 75 с половиной градусов и то же самое касается заднего треугольника то есть перья вот эта часть она на трюковом велосипеде короче для того чтобы вращение кручения велосипеда давались легче а на рейсовом велосипеде длинная жопа это стабильность в полете то есть когда ведь чем успеет длиннее тем меньше его колбасит воздухе но тем легче его взлететь и приземлиться нормально и пройти до скорости элементы контру уклоны тогда на рейсовой трассе я тут был на чемпионате россии по рейсовым bmx на bmx дроби марина проходил чемпионат очень зрелищно да особенно когда профессионалы едут и . или вообще красота просто в полете синхронность но естественно синхронность сохраняется на первых двух-трех прыжках дальше начинают кто-то отрывается ну в общем довольно интересная тематика то есть рейсовый bmx это на скорость больше не рассчитано на скорость на вкат на технику прыжков приземлений а трюках там речи не идет и об этом как бы говорит и ширина резины то здесь узкая резина то чтобы быстрее разгоняться и поддерживать скорость было легче соответственно от руками успели резина широкой чтобы амортизация была и то же самое касается привода размера звездочек да и даже по идее наличие тормозов до во фристайл bmx в трюковых тормозов мало в принципе ребят тормозами мало а здесь ну как без тормоза очень опасно и плюс педали контактный в основном используют профессионалы чтобы опять же еще эффективнее крутить педали шаглона до школьники все-таки бмк контактные педали что это такое но вот мы тут делали на треке которые не знаю открылся не открылся асфальта вывел самый большой памп трек в россии который где здесь москве где-то забыл где я снимал с кости андреевым здесь может быть это и он я уже это честно говоря под забыл так вот мы снимали с кости андреевым это чемпион россии по фристайл bmx у и там был парнишка зовут уже как его зовут на 40-летний парень по моему молодой он по моему то ли чемпион россии то ли участник чемпионат вот такой рейсовый матерый довольно вроде уже гонщик и коста с 7 или с 8 попытки на фристайл bmx и без тормозов его сделал они дезеркальную трассу проходили в конце концов кости удалось его обогнать но кости ехал как псих то есть он те места которые они проходят навкад губы так вот вжимаются велосипед так качают пам до кости просто так перепрыгивал это было это было дико это очень весело я билет на скину тебе этот видос чтоб ты мог сюда вставить тесно а трюковый bmx помимо покрышек и геометрии чем еще отличается чтобы другого bmx а что нету рейсу трюковый bmx в основном используют другие материалы начиная с рамы если здесь можно брать алюминий потому что легче и засечения труб из-за их формы можно добиться большей жесткости трюковый же bmx он имеет стальную хромолибденовую раму соответственно она по весу выше то есть здесь рама будет полтора килограмма весит кило 300 там она будет весить минимум два а то два два с половиной так средний вес соответственно у нее будет другая геометрия до другая каретка не резьбовая в прессову подшипники вот прессовываться мид или спиниш затем а у нее не будет крепление по 2 break а самый современный рейсовый bmx сейчас даже дисковый тормоз имеют возможность поставить прикольно да так странно да когда типа колеса маленькая и такой огромный тормоз будет да и с дисковым тормозом там будут ю брейки а здесь себе брейки соответственно другая звездочка сзади здесь другое соотношение передач шире обода на трюковом не успели шире резина будет ну вы нас с рулем будет практически то же самое другое сидение здесь сидение это чисто функционал чтобы прижимать ногу в повороте и все а там сидение это трюковый элемент его надо зажимать опять же она смягчает падение когда там жопы и упал неприятно и вилка соответственно тоже здесь карбон там не знаю сколько полкилограмма есть нервы со штоком может даже поменьше а там это килограмм стальная вилка опять же с термообработкой плюс по идее еще ставят да вот до большого различия здесь никогда по их не вы не встретите зачем они здесь нужны убивать кого-то в полете делать kick out да и чека пегай выносить на самом деле очень жестокий спорт рейс это прям вообще не шутка это прям спорт спорт это прям спорт да и там борьба не на шутку не на шутку приезжает спорт школу на чемпионаты заезды проводят по принципу полуфинала финалов так далее четверть финалов и там идет борьба между гонцами кто выбывает проходит жизнь особенно разложиться там его на скорости можно очень серьезно неплохо там экипировка такая посерьезе посмотришь на трюковых боемиксеров которых наколенники перчатки там такие пробники там слем школьники выезжают естественно без шлема там голове пенопласт зачем нам сверху головы пенопласт вот и смотришь на кто катается рейсов там защита такая посерьезе да 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 там все есть и я не вас но фул фейсов гоняет то есть там как бы вот этого всего того что у нас есть во фристайле этого все это клоунады нету когда я не буду кататься в шлем потому что я не стильные через год он приходит слюна свисает но это худший сценарий но такое бывает это серьезно были над постоянно типа я в шапке ёптель мобки мы снимаем каждый год экстрим-шоу к тайны выбывания вот заставить этих всех товарищей надеть шлем это реально большая проблема вообще пипец какой-то если говорить про mountain bike street и дёрд то можно небольшую аналогию провести но только тут все немножко странно а стрит сейчас в mountain bike и практически отсутствует ну да вот это направление уходит немного в bmx все уши все стритили в bmx и ну мне кажется с какого-то не радость культура потому что велосипедный был больше велосипедистов было бы больше ребят которые попробовать различие направления попробовать стрит лидер там но чем отличается раньше в москве я помню было гораздо больше народу который когда-то стритовых байках делают трюки там но уже в городской среде да вот и сейчас и становится все меньше и меньше так вот в чем различие между стритом и и дёрдом велосипедом в принципе они вот выглядят очень похожими да очень сильно похожи но по факту различий много но они скрыты из-за этого очень часто частая проблема новичка он приходит в магаз там вроде бы есть нормальный велик там если с мягкой вилкой там по двадцатую ось какая-то мангус фаербол он видит он похож внешне на там какой-то велосипед которым все хотел купить но мамы там не дала ему 80000 фаербол стоит 30 со скидками он такой смотрит там того же володю или антона вилка с 20 осью есть там бмк шатуны там не знаю рама низкая кажется все а на самом-то деле велосипед из-за того что он очень длинный и опять же у него вилка смотрит вперед на вкат дергать его на банихоп особенно ребенку вообще очень тяжело нереально да это это полная жопа люди разочаровываются либо вообще бросать ее спит либо уходит бмкс либо начинаются вот эти бесконечные пересборы велосипеда длиной в жизнь как бы у меня это полный отстой с одной стороны ты прохавал всю эту велокухню это вот моя моя версия до событий а кто-то вообще колоссально а кто-то бросает но я не знаю что лучше мне кажется ну типа да получается стритовый велик он должен быть максимально похож на бмкс потому что когда ты делаешь трюки с банихопа тенда чтобы все было легко и быстро соответственно это вилка которая имеет угол там 72 73 градуса тупой угол либо вообще жесткая соответственно если чем ниже у тебя вилка тем выше тебе надо руль чтобы велосипед дергался обратная сторона этого когда люди делают слишком высокие руль и у них теряется такой момент как выдергивание велосипеда то есть если я спит слишком легко выдергивается то ты просто на спину или он из 5 вылетает да ты не можешь баланса ловить то есть там на заднем колесе ездить вылетать нормально не можешь ну и по сути вот это кажущаяся легкость она обманчивая до стритовый успеет и передняя часть короче и задняя часть короче если мы говорим о 26 колесах то это перед где-то 370 а передний треугольник 555 миллиметров с углом 72 то есть прям настолько велик короткий что если у тебя нет опыта ты можешь задеть но нет это если руль высокий а я имею ввиду если ты не привык к тому что велик короткий у тебя большие колеса ты задеваешь носок ноги передней все же ездят в стойке параллельные ноги и соответственно на коротких реликах этот момент есть и на этом все если появляются пеги но это совсем уже почти чтобы мх24 когда появляются на маутинбайке пеги вам еще нужна высокая каретка то есть чтобы вы при блять когда вы гриндите чтобы вы кареткой не ездили по перилам и по граням вот для этого нужна высокая каретка это кстати на весом велике тоже есть тушь это bmx ведь каретка вверх смотрит а переходя уже к дёртовым великом у них каретка смотрит вниз это нужно то чтобы центр тяжести был ниже это пришло из по кросса и странно что в бмкс рейсе такого нет если честно потому что нулевая каретка тут пода звезда большая есть риск повороте задеть наверное тут в этом прикол она дёртовых фокрос великах колеса большие и при низкой каретки шанса задеть шатуном или педалью во время маневров землю шанс маленький довольно таки до переделу длиннее для стабильности в полете перед треугольник длиннее угол соответственно острый для того чтобы идти на вкат в некоторых случаях смотришь но это неправильно это то же самое как да это это передергиваться велик будет опять же на дёртовый велик максимум 130 миллиметров в основном 100 извращенцев до полно да 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 ну есть такое же противостояние внутри сообщества что те кто катают дёрт на дёртых великах они как бы считаются трое мтб хотя на самом деле у них тоже сингл спит у них очень часто там bmx системы шатунов ну и в принципе они делают bmx трюки на маунтинбайке а стритеры они как бы очень близки к bmx у прям почти на сто процентов bmx только больше колес фристайл бмx только в пропорциях маунтинбайк и мягкую вилку можно поставить но есть еще замечательные велосипеды двухподвес и для дёрта и slope ставила slope ставил это инфернальная версия дёрта когда вы не просто вылетаете и вкатываете вот в этом моменте делайте трюки это когда вы еще в дроп делаете трюки то есть там очень большая амплитуда всех движений именно оттуда вот пришли вот эти спеш по слов black market of sky рамы задушку краткоходный 2 подвес геометрии дёртовой рамы вот так повышенной прочности да не совсем контрени книг таки думают вот тут 100 ходов всего лишь почти country что-то нифига да 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 но спешка слова правда разваливается как цены такие вопросы реально задают люди не разграничат вопросы собственно вот и все различия да немножко стояли вам разницу между экстремальными велосипедами пишите комментарии задавайте вопросы мы будем отвечать забудьте остаться на оба канала до скорых встреч вам был сервис велолайн антон степану сервис и до свидания всем счастливо вам Продолжение следует...